Шалом, дорогие друзья, студия Оазис Медиа и община, возвращенная на Сион, город Хайфа, Израиль. Продолжаем с вопросами. Кровь его на нас и на наших детях. Это проклятие для евреев? Ну, мы знаем, когда эта фраза была произнесена. Это когда обвиняли Иешуа перед Пилатом, и когда Пилат умывает руки, говорит, я в этом деле не участник. И саддукеи, которые представляли в то время Израиль, стали выкрикивать его кровь на нас и на наших детях. Что там произошло? Ну, здесь я, наверное, не добавлю ничего нового, кроме стандартного взгляда, как верующие говорят. Во-первых, нету праведного ни одного, и Писание многократно на эту тему говорит. И каждый из людей, присутствующих в тот момент в суде над Иешуа, заявил о своей причастности, даже просто пребывая на этом неправедном суде. Я не юрист, но я читал книги юристов, комментирующие этот суд. И они разбирали, насколько этот суд был неправильным, сфабрикованным и подложным по всем позициям. И с позиций международного суда и международного права, и с позиций раввинистического труда, суда, прошу прощения, он был подложный. И там обвинили невиновного. Но это должно было случиться. Поэтому Пилат не был более виновен, чем саддукеи, предававшие Иешуа, и саддукеи, предававшие Иешуа, были столько же виновны, как и Пилат. То есть, это все распределяется на все народы мира. Но все-таки в данном случае мы видим, что не совсем фарисеи или другие представители иудаизмов Израиля предавали Иешуа на суд. А именно верхушка аристократия, так называемые в то время аристократы-саддукеи, некоторые считают, что это были многие из них лже-саддукеями, настоящими саддукеями, или бней-цадок. Это были те, которые жили в Кумранах. Например, Захария, один из них, отец Иоанна Крестителя. Но это другая тема для разбора. А те саддукеи, это было уже сформированная, коррумпированная священническая верхушка, которая имела отличное положение во всех отношениях. И позиция, и власть, и финансы. Они умели договариваться с римлянами. И им никакие новые идеи не нужны были. Мы помним позднее, когда апостол Павел предстал на суд фарисеев и саддукеев вместе, то фарисеи оправдывали Павла, говорили, мы не видим в этом человеке ничего особенного. То есть мы видим, что здесь верхушка, аристократы сказали, нам не угоден этот проповедник, и если уж так, то кровь его и на наших детях. Знаете что? В определенной мере они не отвечают за весь народ, а в определенной мере да, отвечают за весь народ. Если вы сегодня посмотрите на ситуацию, когда какой-нибудь правитель вдруг без совета с народом или представляя народ, делает какие-то вещи из ума вон выходящие, то страдает потом весь народ. Если правитель высокого уровня чин делает глупую экономическую политику, то страдает весь народ. Поэтому, с одной стороны, это был грех только верхушки, но с другой стороны, проблемы распятия Машеха рикошетом сработали на весь еврейский народ, потому что большие люди подставили всех остальных. Но это не отменяет прощение благодати любви Божией, и не отменяет слов, которые сказал, к примеру, благочестивый муж Симеон, когда взял младенца на руки и сказал, «Сей лежит», он вызовет много конфликтов, «но сей лежит, чтобы восстановить славу народа своего Израиля». И здесь я хочу сделать даже ударение, что приход Мессии, это был прежде всего не для спасения всего мира. И еще он сам сказал, «я пришел к погибшим, к заблудшим, или в другом случае к больным овцам дома Израилева, чтобы исцелить». Поэтому, если его приход и все вещи вокруг случающие закрывают дверь для благословения Израиля, то зачем ты тогда вообще приходил? Нет, это не так. Естественно, вот эти слова рикошетом сработали на народ, когда саддукеи сказали «кровь на нас и на наших детях». И вполне возможно, что последующие религиозно-политические конфликты и последующее разрушение храма, и последующее восстание Баркохбы, и все могло быть по-другому, если бы они такого не сказали. Но они сказали, и рикошет сработал. Но говорить, что евреи прокляты из-за этих слов, это не совсем правильно. Это говорит лишь о том, что мы все виновны в распятии, «но для того и пришел Сын Божий». Как написано, «так возлюбил Бог мир, что грехи всех возложил на Него». И здесь я, пользуясь случаем, хочу сказать, что очень часто мы в формате новозаветной веры часто концентрируемся только на самих себе. Вот я любимый, родимый, для меня все, я спасен благодатью, что правильно, и да, и амэн. Но все-таки общее спасение – это то, что подчеркивают священные писания. И я хотел бы ободрить вас, не забывать об этом. Молясь о себе, неважно из какого вы народа племени, еврейского или нееврейского, призывая Господа Бога и жертву Машеха для покрытия греха, для расторжения любого проклятия, и для того, чтобы весь мир спасся. Об этом писание, об этом Новый Завет, об этом пророки, об этом апостолы. Я прошу, говорит Павел, чтобы вы молились за всех. Ишуа говорит, я пришел, чтобы спасти этот мир. Пророки говорят, он был умерщлен за грехи наши, и мучим за беззаконие наши, ранами его мы исцелились. То есть мы можем по-разному рассматривать вопросы падающего, или передающегося, или рикошетного проклятия, но нам важнее смотреть на ту благодать, которую подает нам Бог в Ишуа. Пусть эта благодать хранит всех нас. Шалом вам из Израиля.